Аура Аура — это тонкое проявление всего, чем вы являетесь. Если посмотреть на ауру человека, то можно ясно увидеть его физическое здоровье, ментальное здоровье, его кармическую структуру, его прошлое и настоящее в некоторой степени. А если он дурак, то даже его будущее. Да? Мы можем предсказать ваше будущее, только если вы глупы. Иначе мы можем рассказать вам только про ваше прошлое. Да? Так что... Аура — это определенное проявление вас самих. Более тонкое проявление в физическом теле. Так что лучше поддерживать ее чистоту. Хорошо ли поддерживать чистоту вашего тела? Даже если вы сами этого не понимаете, тот, кто сидит рядом с вами, определенно это понимает. Что лучше поддерживать? Лучше поддерживать чистоту тела, чистоту ума. Поддерживать чистоту всего, чем вы являетесь. Потому что... Я не пытаюсь учить вас гигиене. Я лишь говорю, что если мы хотим чего-то достичь, первое, что необходимо, — это очищение. Если вы хотите перенести что-либо на более высокий уровень возможности, первым делом необходимо это очистить. Без очищения вы не сможете ничего улучшить по сравнению с тем, каким оно является сейчас. Так что для очищения вашего тела и ума мы научили вас многим методам. Практики, еда, то это много всего. Все это позволяет держать ваше тело и ум чистыми. Аура — это проявление. Это не присутствие само по себе. Но если вы делаете садхану, если вы улучшаете свою систему, то, что вы проявили вчера или то, что вы проявляли 10 лет назад, может все еще витать вокруг вас, не позволяя вам стать тем, кем вы хотите стать. Это может быть очищено. Вы замечали, что когда вы принимаете душ или, как мы говорим в Индии, омовение, не погружаясь в воду, а когда вода льется на ваше тело, когда на вас льется вода, вы не просто очищаете себя физически, вы не просто очищаете кожу, очищается что-то еще. Скажем, вы чувствуете себя очень злыми или взволнованными, внутри вас все кипит, но стоит вам сходить в душ, и вы чувствуете себя, словно вся эта чепуха смылась с вас. Так что душ — это не просто очищение кожи, очищение вашего тела. До некоторой степени вы можете очистить ауру, потому что то, что вы называете телом, это проявление или игра пяти элементов. Можно совершить омовение водой. Точно так же можно совершить омовение ветром. Это можно заметить. Допустим, вас обдувает мягкий бриз. Вы просто стоите вот так. И, допустим, вы одеты в легкую одежду и просто стоите вот так. Через какое-то время вы почувствуете себя... Замечали такое? Замечали? Вы чувствуете себя такими чистыми, будто вы прозрачные, и вам просто хочется взлететь. Ветер может это сделать. Он просто должен быть правильной силой, температурой. Если все это совпадет, то вы увидите, что ветер очистит вас. Это омовение ветром. Мы так же можем сделать для вас грязевую ванну. Знаете, здесь, в центре оздоровления, вам предложат омовение грязью. Так же мы можем предложить вам омовение огнем. То, что делают в храме, это омовение огнем, потому что она байрови. Вы просто совершаете омовение огнем. Конечно, вы не можете полить огнем свое тело. Вы просто определенным образом касаетесь ауры вашего тела. В вашей ауре есть определенные дорожки. Вы проводите огнем вдоль них, и вдруг вы ощущаете себя сияющими и очищенными. Те из вас, кто из Индии, вы точно знаете. Дома бабушка делала для вас дришти, проводила очищение ауры. Возможно, у кого-то из вас ваша бабушка и знала, как это делать. Некоторые же не знали, просто делали что-то по своему незнанию. Если делать это правильно, это сработает замечательным образом. Если делать это как-нибудь, все равно это будет работать, частично. Много раз люди замечали, что когда дети болеют, если сделать им омовение огнем, то они внезапно выздоравливают. Замечали? Потому что это омовение огнем, и оно производит определенные изменения в системе. То, что проводится в храме как клешинашна крия, что значит процесс, который уничтожает загрязнение, на английском очищение ауры. Он убирает загрязнение из ауры, чтобы тело дышало лучше, чувствовало себя лучше с точки зрения здоровья, благополучия, ментального баланса, всего. Что касается нима, для вас использовали только листья? Думаю, хорошо было бы использовать и ветку из дерева. Палка из дерева нима может быть очень полезной. Она может пробудить многих людей. В Индии, если вы ведете себя немного странно, словно одержимый, с ее помощью могут выгнать из вас беса с помощью палки с дерева ним. Ним обладает сильными очищающими свойствами. Если утром вы съедите шарик из нима, то можете быть уверены, что ваш желудок будет чистым. Если у вас какая-то инфекция, в Индии таких больных всегда кладут на постель с листьями нима, потому что это отличное очищающее средство для вашей системы, которое также несет мощную энергию. Листья дерева ним обладают мощными целебными свойствами и очень сильными проническими реверберациями. И они достаточно горькие, чтобы изгнать из вас беса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова